Дорогие друзья мои коллеги, это обзоринка от компании Тикмилу, Самия, Артур и Диатур. Крупные промышленные и логистические центры, расположенные на Китайском побережье, где карантин особенно сильно бьет по экономической активности, откуда слабость, вызванная карантином, распространяется быстрее всего на зарубежной экономике. Эти провинции, эти города постепенно отменяют ограничения на передвижение людей и ограничения на перевозки. Местные правительства подгоняют фабрики возобновлять производство, так как каждый день простое, укрепляет в осознании иностранных партнеров идею, что нужно диверсифицироваться и нужно всегда иметь запасной план, который уже не должен включать, который уже не будет связан с Китаем. Китайские власти продлили празднование лунного Нового года на 10 дней, однако за это время эпидемии не удалось подавить нового состояния, позволяющего отменить карантин в эпицентре и близлежащих провинциях. Ситуация сейчас в Китае напоминает Сцилу и Харибду, молот и наковальну, то есть власти находятся между молотом и наковальней, так как, с одной стороны, простой сейчас закладывает фундамент для перестройки цепочек поставок, для дивертификации ожидания по длительности простой, ускоряет необратимый процесс. С другой стороны, раннее, будем так говорить, расконсервирование экономики, естественно, успокоит зарубежных партнеров, но сделает протекание эпидемии. Менее управляемый, менее прогнозируемый, которое в итоге может привести опять к карантину, но гораздо более дорогостоящим. Если попробовать примитивно порассуждать о выборе, об альтернативах, перед которыми представлено китайское правительство, то есть как им выбрать наименьшее ИЗО, то за критерий выбора, я думаю, можно взять определенность исхода. Например, можно заметить, что краткосрочные выгоды от каждого дня карантина, будем так говорить, менее понятны, менее осязаемы в плане сдерживания инфекции, чем выгода от каждого дня без карантина, что можно непосредственно измерить через повышение производственных объемов, через повышение объемов от грузов и так далее. Среднесрочные выгоды или ущерб обоих сценариев спрогнозировать еще сложнее. Чиновники китайские понимают, что длительный карантин, он подрывает, он снижает общий иммунитет, будем так говорить, китайской экономики, поэтому затягивать с карантином нельзя, несмотря на все риски. Карантин в Китае отнял у производственного сектора самый ценный фактор производства – это рабочую силу. При этом положение усугубляется спецификой трудовой миграции внутри Китая. производство относительно незатронутой вирусом провинции может стоять, потому что работники-мигранты могут застрять в провинции, которые на карантине. Это особенно касается приврежных регионов, куда все стекаются, потому что там более привлекательная оплата труда, потому что там больше работы. Чтобы решить проблему трудовой миграции, некоторые китайские провинции, некоторые города, то есть их власти, организовали специальные рейсы для перевозки рабочих в промышленный прибрежный центр. Власти города Фашань на юге Китая, где строительно производство электроники и бытовой техники, заявило во вторник, что местным предприятиям больше не нужно обращаться за разрешением на возобновление производства, на привлечение работников без обязательного медицинского скрининга. Город, находящийся рядом с Фашанем, также упраздняет административные барьеры, хоть и в меньшей степени. По восточным провинциям, в городах Гуанчжоу и Нимбан, например, разрешили уже компаниям возобновить производство без предварительного уведомления, то есть постепенно нарастают тенденции отмены ограничений, отмены мер карантина, как раз таки потому, что длительный простой, негативные последствия длительного простой сейчас перевешивают риски, отмены, связанные с отменой карантина. Также вот в последней аналитической записке Морган Стэнли отметил, что макро- и микроданные сейчас указывают на медленное восстановление производственной активности в Китае, которое достигнет 60-80% от нормы к концу февраля и достигнет 100% от нормы к середине или к концу марта. При этом, если Китай не сможет сдержать развитие эпидемии в течение двух следующих недель, то прогнозируется, что срывы в производстве они растянутся также на второй квартал. Концессус прогноз сейчас по китайской экономике в первом квартале часто пересматривается и вот на данный момент составляет примерно 3-4% и в связи с тем, что Китай постепенно размораживается, постепенно восстанавливается производство, фокус паники, который ищет обострение, будем так говорить, ситуации. Этот фокус паники сейчас смещается на Южную Корею, где сегодня стало известно, что количество, число клинически подтвержденных случаев выросло сразу на 20 человек до 51. пока правительство заявляет, что не планирует объявлять карантин в городах, в экоцентрах, не планирует повышать уровень тревоги, национальной тревоги, но похоже, что это только пока, потому что ситуация в Китае развивалась примерно похожим образом, и если сейчас Южная Корея не сможет извлечь уроки и не сможет не повторить тех ошибок, которые случились в Китае на первых стадиях вспышки, то можно ожидать, что некоторые города могут попасть под карантин, и на это сейчас обуславливает повышенную чувствительность как рисковых активов, так и фондового рынка на эти риски, на эти опасения. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok